Мы начали рассматривать скинию А, да, проходить скинию, мы помним, там был массаж у нас, да, экран Я начал объяснять с того момента, где была... Где был настоящий Иерусалим? Мы видели, что город Давид был, в принципе, очень маленький Вот эта красненькая точечка, там, вы видите, возвышенность, там был храм раньше То есть, в общем, Танах говорит, что это была гора Морья Там, где Авраам почти что принес жертву своего сына Исаака Акидат Ицхак, это, в общем, Амешпад Анахон, Амешпад Атанахи, в общем, Акидат Ицхак Правильно звучит это, но вы видите, по-библейски Акидат Ицхак, я не знаю, как это переводится Акроват Ну, как бы, жертвецоприношение Исака Окей, Давид, в общем, лаках от Айр, азот, ми Йевусим Давид сделал этот город от Йевусей, как он его завоевал И со временем Бог положил ему на сердце построить храм Мы видим, что Байт Амикдаш, это, в общем, модель, вот, догма, в общем, что Байт Амикдаш Ашени, это, в принципе, то, что вы видите, модель второго храма Ордус, Мелик Ордус, в общем, осао, то, как он Да, его сделан, вот По есть ли оно, ээээ, шах-ах-тете на Лазар, в эйврит Медонист 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 Это крепость, да? Крепость Антония Здесь мы видим есть Крепость Анатония Коньouter Ваанитар Скорее всего храм так выглядел во времена Иаскруса Масленничная гора Мелик Орскопус Мы начали с скини и смотрели что такое скини Мы рассматривали смысл слова мишкан имена скини Скини были скини Скини были скини Шовцы Исраэля были скинами Клёна израилевые были соседями К присутствию Божьему И в общем таком, народ из Исраиля был, как можно сказать, неправильно? Меросос? Нет, не неправильно. Метасос. Метасос, да, посвящен. Метасос, да, посвящен из Исраиля. Мы говорили о том, что это было только один. Мы говорили, что только один ход был, одни ворота. И он был закрыт, как бы, покрывалом, да, на нашем языке? Ну, в принципе, если это слово, это масос, это экран. Бедюк. И мы говорили, и я спросил, люди, кто они сегодня находятся с масосом? Он не видит мир, не видит его, не видит его, не видит его. – Да, если мы сетим перед экраном телевизора, то мы ничего выделим, ничего из этого экрана. ... Это, в принципе, омцах, омцах. Омцаха. Но это я предполагал. Но это работает, в принципе. Это очень негативный вопрос. Я с вами придумал это, но это, в принципе, очень логичное в современном мире. Окей, и мы обстреляли до конечного успеха. Мы продвинулись до медного жертвенника. В общем, мы говорим о том, что в начале, или в князь, о том, что в мешке, в общем, мы привели к нам месор о мове, дам, басар, ось, свифа. То есть, как бы, у входа с киньей, как бы, перед нами открывались такие вещи, как жертва, смерть, кровь, огонь и все вот эти вещи. И запах горелого мяса. Горелого мяса. О мясо, о плоти. Ну, или о сгоревшей плоти или мясо. Окей. Что я хотел добавить, касательно медного жертвенника? Я хочу, чтобы вы поняли основные понятия, центральные, тогда, когда вы будете благовествовать местным жителям. Мы должны знать, что Иисус, он совершенная жертва. Мы не нуждаемся ни в чем, кроме как днем самому. Но, когда мы касаемся темы скини, мы должны владеть основными понятиями, касающимися скини. Прежде всего, я хочу объяснить вам, чтобы вы поняли, что такое жертва. Мила Курбан... Что жертва? Ашорош, шел мила, азот... Кув-Реш-Бет. Корень этого слова, это Кув-Реш-Бет. Корень этого слова, Кув-Реш-Бет. Корень этого слова, Кув-Реш-Бет. Слово приближаться. Это, как бы, близкое, по смыслу, слово, или родственное, к слову Курбанная жертва. Курбан, это не означает, что это мискер, как это? Курбан из всех? Да, жертва всех, это не значит, что это кто-то такой несчастный. А Курбан-Танахи, это не значит, что это не значит, что это не значит. Жертва библейская, именно ветхозаветная понятие, она имела смысл приближаться. Капара, лихапэр. Машмаут лихапэр, это ахэн шел мишу. То есть слово Капара, оно обозначало покрывать грех чей-то. Курбан, смысл слова Курбан, жертва, приближаться. Вы не могли приблизиться к Богу без жертвы. Вы подумали, что это Танах, и те времена Танахи, и мы сейчас не успеем. Да, вы можете сказать, что это в времена, это вверхозавет, это ужас, или сейчас это не надо. Но я хочу сказать, что для того, для того, чтобы уничтожить, сегодняшний день, для того, чтобы приблизиться к Богу, мы тоже должны принести жертву, или сделать жертвоприношение. Конечно, мы не приносим никакого овна, или, там, козла, никакого. То есть это мы не делаем. Но если мы не приносим Богу жертву нашего времени, или если мы не пытаемся сделать что-то, например, изучать Слово Божье, молиться, быть в общении с братьями и с сестрами, если мы не приближаемся к Богу, если мы не тратим наше время, или не посвящаем наше время для того, чтобы служить Господу, без жертвоприношения, без жертвоприношения в теле Христа это тоже не работает. Я не говорю сейчас о том, чтобы нужно пожертвовать семьей. Я не говорю о том, чтобы надо пожертвовать работой. и оставить себе без денег. А я говорю о том, что это, что это, что ты, что ты, Я говорю вот о чем. Твое личное время, когда ты проводишь его перед экраном телевизора или компьютера. Я говорю об этом времени. Я говорю о твоем кайфе, о твоем приятном времяпрепровождении. Нет, у меня нет никакого кайфа в жизни, я все время работаю. Я говорю о том времени, которое мы тратим на всякую глупость, ну как бы на бесполезные вещи. Я уверен, что во время работы вы можете найти время, когда вы можете молиться Господу. Вы можете изучать Писание. Я уверен, потому что я сам так делал в то время, когда я работал на обычных работах. Я не хвастаюсь, но я хочу вас ободрить. В смысле слова жертва, курбан. Приближаться к Господу. В смысле слова, он настолько понятен и ясен, когда мы смотрим на скейню. Без жертвоприношения никто не мог пройти дальше к святому или святому святых. Бог был настолько понятен и ясен. Я говорю, что у нас это жертва, это жертва, это жертва, это жертва, это жертва. В то время, когда Бог дал Моисею как бы чертеж с киней, это было настолько очевидно, что без жертвоприношения человек просто физически не мог продвинуться дальше из внешнего двора к святому 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 святому. Какие же виды жертвоприношений были у израильтян во времена Моисея? Хатататая, Ашрам. Окей. Аккуль ка туфкан. А курбана решу... Шлоша решуним они... Ассити бецэво ярох. Первые три жертвоприношения я сделал из зеленого цвета. Ки шлоша курбанота эллу... Аккуль я талую борецон шель бенадам. Первые три вида жертвоприношения они зависели от желания человека. А Эллуима в Павлу, Амарша, это хаяв на осот, это шлошета курбанота эллу. Бог никогда не говорил, что первые три вида жертвоприношения ты обязан делать. Штайма ахруни, маня сити бецэво адомки, Эллуим, Амарша, Зе, Маша айта хаяв на осот, и маита... Последние два вида жертвоприношения я выделил красным цветом, потому что Бог сказал, что вот эти два вида ты обязан при определенных условиях приносить в жертву. И маита безмань мешкань, а это хаяв на осот. Если ты был во времена скини, ты вот эти два вида жертвоприношения должен был обязан делать. Окей, а курбан нарешён за ола. Первый курбан называется ола. Это не ола, это два разных человека. А курбан на шине минха. Второй вид жертвоприношения называлась минха. И третий это земах шламин. Окей, давайте откроем наши Библии и посмотрим как это на русском называется, чтобы мы понимали, да? Ваикра и Алиф, Шалош, Левит. Окей. Прикрываем Левит. Первая глава, третий стих. А тут Левит кровообращение по английскому? Окей. Окей, глава. Левит 1-3. Левит 1-3, да. Если жертва его есть всесожение из крупного скота, пусть принесёт её мужеского пола без порока. Пусть приведёт её к дверям скини и собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Окей. А Курбан нарешён Бетцам Барусидзе? Возношение. Всесожение. Всесожение. Окей. Первая жертва на русском это всесожение. Окей. Минха. Ваикра Гиммель. Слиха. Ваикра Бет. Эхад Шалош. 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 господних это единственное жертвоприношение которое не было сделано из мяса открываем любитом 3 с 1 по 3 стих если жертва его жертва мирная если он принесет из крупного скота мужеского или женского пола пусть принесет ее господу не имеющим порока и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколит ее у дверейскими собрания сыны же ароновы священники покрапят кровью на жертвенник со всех сторон и принесет он из мирной жертвы в жертву господу тук покрывающий внутренности и весь тук тук это жир который на внутренностях ну как бы все так и достаточно отшеложен то есть это мирная жертва окей зима шлемин и мешать например айта лиха баян шахен шухами ауэль шайя льетха у тебя например была проблема с твоим соседом с соседнего соседней палатки рафтэм бигляля лаквасим шеллахэм поругались из-за ваших барана а кэвэс шелл шахен шуха нахнас леоэль шуха баран баран с твоего соседа зашел к тебе в палатку и сделал там нехорошие вещи то есть ситуация очень стандартная все были рядом жили то есть это вполне могло случиться отца отца отками ойGL у включал клиц ог у 찾아되л И вдруг во время крика ты думаешь, не, я, наверное, неправильно делаю. И Бог, в принципе, когда с Моше разговаривал, Он сказал, люби ближнего своего. Хотел бы я, чтобы на меня кто-то кричал? Я бы не хотел, чтобы на меня кто-то кричал, поэтому я тоже не буду кричать. Но сосед уже как бы ранен, он обижен. Сосед, слышь, извини меня. Я пошел. Ты знаешь, что ты согрешил? Что делать в таком служении? Ты знаешь, что ты обидел своего соседа? Он не хочет с тобой разговаривать и слушать тебя. Потому что ты его обидел. Так что ты будешь делать. Ты идешь внутрь свою палатку. И ты говоришь, Господи, помоги мне, пожалуйста, помириться с моими соседами. Его сердце уже оно такое жесткое по отношению ко мне. Помоги мне, пожалуйста, Господь. На следующий день приходит сосед с кофе. Ты знаешь его? Я думал, я хочу твое прощение. Я хочу с тобой помириться. Я хочу, чтобы наши семьи опять не сидели вместе. Чтобы мы барана кушали вместе, кофе пили вместе. Чтобы все было правильно согласно тому, как Бог сказал Моисею. Мы называем это страхом Божьим. Не потому что мы смертельно боимся Бога. Но мы хотим, чтобы все было правильно согласно тому, как Он сказал. Мы не хотим менять его законы. И после этого сердце твое полно благодарности. Потому что ты помирился с соседом. И Бог помог тебе. Он ответил на твои молитвы. И твой сосед. Он так был дурак твоему сердцу. И дети вместе росли. И игрались вместе. И когда сердце твое полно благодарности. Ты идешь в Скинию. Ты приносишь ягненка. И ты говоришь священнику перед Масахом, перед экраном. И этот барашек это мирная жертва. Потому что Бог помог мне примириться с моим соседом. И я хочу принести это как благодарность Господу. «Когда ты понимаешь в день и желаешь Linked From?» Сколько раз в день ты говоришь спасибо Господу? Неделю сколько раз ты говоришь спасибо Господу? а также ясно 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 склонность людей получать что-то хорошее в жизни как само собой рождумеющиеся и к этому не относиться как бы так с благодарностью через Моисея Бог хотел обучить его народ знать как благодарить Господа не просто словами так же делами и вы понимаете что жертвоприношение благодарность их три вида и которые должны обучить только две и те жертвоприношения которые должны приносить хатат и ашрам и ашрам и всего две даже даже во времена закона Моисеева во времена скини Бог показал нам что благодарение Бога или благодарность Господу она была очень важна что это курбан или рацион рах или рацион ховши то есть вы обратили внимание рацион левтов рацион ховши то есть вот эти три вида жертвоприношения первые Бог человек мог делать по свободной воле то есть без принуждения если вы помните из Евангелия эту историю о 10 покаженных 10 человек что бау ищу 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 если вы помните эти 10 человек они подошли к Иисусу попросили исцеления Иисус исцелил их и отпустил сказать в зал идите покажите священнику чтобы принес за вас жертву сколько из них вернулись чтобы сказать Иисусу спасибо один один вы должны понять что мое послание на иврите с переводом на русский это немного сложновато может быть для вас по сравнению с тем что я всегда проповедую на русском но мы должны понять что Иисус сказал что я пришел исполнить закон Моисея даже к прокаженным он сказал идите покажите священнику но когда один из них понял что действительно произошло с ним он вернулся к источнику исцеления он вернулся к человеку который не был обычным он вернулся чтобы воздать ему благодарение мы должны обращать внимание как церковь христова мы должны обращать внимание как церковь христова мы не должны их получать как само собой разумеющиеся если получил ответ на свою молитву учись как благодарить господа и не убегать от него то есть тебе стало хорошо и все тебе это не будет дело окей шнея курбанот две красные жертвы хатат это первая хатат и ашам и ашам я поговорил с вами отрюх витах греха пеша то есть преступность да преступление обон хатат что виталия 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 то есть второй это обон это грехи которые люди делают из-за похоти из-за желаний своих греховных и недостатка самообладания и просто грех Мы говорили, что пеша, это, в общем, хрень, который делают специально против Бога. А вот они испарты. А вот объяснили ему только что. И хрень, я говорила, например, если ты был в саду, и вы обедете, и у тебя есть шабур, и у него есть хрень, и у него есть хрень, и у него есть хрень, и у него есть хрень. И мы рассматриваем, да, что такое хрень, это когда ты, например, работал в поле с каким-то инструментом, и кусочек, например, от этого инструмента отломался, и ударил другому человеку в голову, и человек умер. Ну, я могу объяснить их, я механик, смотри, ты молотком работаешь, отскакивает железная штука, и кому-то бьет по голове, и человек умер. Они похожи. Они цветы подálena с д rez Да это зависит. А 워� Vietnamese. Да, неприй Morgen. Давайте откроем Левит 4, с 1 по 4 стих. И сказал Господь Моисею говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народом, то за грех той, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет телец к дверям скини и собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. Окей, а с жертвой о грехе, за бетцем хатат, окей? Да, жертва о грехе, это хатат, это по ошибке, когда грех сделан. Бедемо. О'кей, אורלי, אם את יכולה, בבקשה, לקרוא בייחיד. Меддבר אדוני על משה לאמור, דבר לבני ישראל אמור. Нפש תכתה בשגגה עם כל מצוות אדוני, אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח תכתה לאשמת העם, ויקריב על חתתו, אשר חתה פר בן בחר תמים לאדוני לחתיו. וביא את הפר על פתח אוהל מואט לפני אדוני, ושמח את יזור על ראש הפר, ושחת את הפר לפני אדוני. בייברית כתוב שגג, נכון? שגגה, סליחה. שגג זה קירוב בעבר. שגגה. הוגג גדולま bab conj Advaitрос. עד כתובלYeah. כתובל忙anu תאיינ wing transgender, wszystkich. כתובל склад развoben�. כתובל石, כתובל��들이 הלכב. כתובל actress, travelingittees ממש hott Gemekommen don't distractו anything. На иврите написано, что мы все ошиблись. Вот по миштамшим гаммела жгага. Шагуйте, пожалуйста. Шагуйте. Здесь есть слово жгага, это как бы, ну такая неисправность или ошибка. Аз арбе паамим, а нах носим машу ба вода, ба мишпаха, лохашув. И мы в своей жизни там что-то на работе делаем или в семье. И вдруг мы обижаем какого-то человека. Э, слыха таити, ну ма байя. Абал Танах баэтэм, омешет таут, шаве хет. Не забудьте сказать извини, если вы ошиблись. Да, Алиса. Есть ли что-то, что вы сказали? Да. То есть также построены законы государства Израиль на сегодняшний день, что за хет, это то, что по ошибке дают, сколько там? До трех месяцев, отдают потом у нас идет что? А вон это до 10 лет, и Пеша, да, это пожизненное. Мы еще по дороге выучим законы Израиля. Приводите своих друзей, скажите им, что мы здесь также обществоведение, в общем, вы правы. И давайте посмотрим, где говорится «жертва Ашам». Левитов 5, с 1 по 6 стих. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но он не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которому он согрешил жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Пусть принесет священнику жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник поступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он повинился пред Господом. Орлен. 21-6-18-6 22-6 22-6 24-6- 23-0 25-9 26-7 27-4 27-4 28-4 27-4 28-4 5 с первого по шестой стихи с 18 по 19 стих то есть человек который приносит жертву ошам, жертву повинности, правильно? он должен исповедаться, то есть рассказать что он сделал какой стих из Нового Завета он подходит к этому стиху, что нужно исповедоваться признавайтесь друг перед другом один перед другим, ему льшени, это Яков есть отмаком уехания Якова, признавайтесь друг перед другом решена ли Йоханнан, первое олево, что написано что мы будем льтвадот и махет шелану, в Иллоим и слах первое послание Иоанна, первый стих, первая глава извините, там описывается, что нужно признаваться в грехах иметь общение друг с другом и тогда Бог нам прощает и мы получаем омытие крови Иисуса это то, что я хотел рассказать о медном жертвеннике естественно, есть больше информации на эту тему есть больше обучения учения я хотел продвинуться дальше и поговорить о море это море на русском языке ну, как бы, такая чаша для медное море медное море или медные или омагать океане, так же вы должны понять прежде всего должны понимать что жизнь у нас, они, они, они очень отличаютсяpi с днем на дне Исраэль обмене наша жизнь, она настолько отличается от жизни Израильтян в пустыне вы спустите в сутки и вы спустите утром и, как вы спустите сутки вы спустите утром, что вы делаете? Аллилуйя. Что происходит? Что происходит? Окей, окей. Когда мы приезжаем к Эмбатрии, что вы видите вокруг вас? Кадамо Захотиевадо, что вы видите? Окей, Данил Рой Шампу, окей. Что происходит? Что происходит? Ой, Эланд сказал правильно. Мы видим зирка. Мы... Мы видим... Мы видим... В какой доме, есть какого города? Кого есть у них? В каждом доме есть зеркала. У нас 4-5 зеркала. В каждом доме есть 4-5 зеркала, так? В каждом доме есть 4-5 зеркала. Но нет у них проблем, вы получили работники, там банот, У вас с этим проблем нет, то есть перед выходом на работу вы увидите себя в отражении, девушки накрасились, парни там прилизали свои оставшиеся волосы. А не знаю, что это по евреям, но я считаю, что это локон страстный. Не знаю. И вы выходите на работу с жесткой уверенностью, что у вас все в порядке. По крайней мере, вы уверены, что у вас там на шеках не осталось зубной пасты. Или листочка от салата на носок. Или пирургом салата на губах. Или листочка. Кетчуп, кетчуп. Да, да, да. Если вы живете по-другому, то есть вы смотрите в зеркало. Вы хотите знать, как вы выглядите. Вы хотите знать, как вы выглядите. В ситуации, не в ситуации, в ситуации, в ситуации, не было много мороз. В условиях пустыни не было так много зеркал. Но Господь был очень медленным, в связи к хоанам. Он был очень медленным. Он сказал, что даже двоих маленьких. Из зеркало, из зеркало. Они должны быть в районе. И Бог настолько точен был со священниками в Скинии, что все вот эти одежды, золотые какие-то изделия, из драгоценных, все должны быть на своем месте. Как священник мог сам себя видеть? Он мог себя видеть в воде. Он мог себя видеть в воде. В водяной мувалник. Вы должны понимать, что Иисус, Он наше зеркало. Слово Божье, когда мы смотрим в него. Это зеркало Божье. Не думайте, что я вам просто так парю мозги с этой историей про Скинию. Мишкан Ацмо. Зе Итгалут шел Иешуа. Бешклейн. Киева. История, описание Скинии. Это откровение Иисуса, которое важно для нас сегодня. Мы знаем, что Коэн, он должен был ломать руки и ноги в этом умывалнике. Но умывалник, он сделан был так, чтобы мы по-любому видели себя в отражении. Бог очень сильно заботится о том, чтобы мы видели свое отражение в воде Слова Божьего. Боунистах Игерат Слыха. Сурат Йоханан. Сурат Йоханан Ют Гимель. Евангелие Йоанна давайте откроем. Сурат Йоханан Ют Гимель. Евангелие от Йоанна 13. Иисус, зная, что Отец его все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечеринь, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которое был припоясан. Подходит к Симону Петру и говорит ему, Господи, тебе ли умывать мне ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастье со мной. Орли, попрошу, покажи это в языке. Помогите, ой, ой, где-то, сме-3-5. Петр говорит мне, ой. воти им его Бог, ко умер его, и олдое сдала на зарядку и мое сердце. Иисус отвечает на смехи, и посмотрел и лернизу, и напрасно, когда он спрашивал, напрасно, что он был в немалей. Он сказал ему, а он ответил, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 ГУФО ГУФО НЕФТАХ ДЕРХ ХАДАША Через его уже мертвое тело Открылся новый путь ЛЕЛОХИМ ДЕРХ ДАМ ВМИН ВРУХ И ДУХ Вы должны понять Какая была новая обращенность Я никогда не понимал Я никогда не понимал ЭДУД СЕЛЕЛОХИМ ДАМ ВМИН ВРУХ Я не понимал Я не понимал Когда я начал изучать тему Мишкана Я понял почему ЙОХАНН Я понял почему ЙОХАНН Он был евреем Он был один из апостолов Он сказал ЭДУД Он сказал СУЮЕСТА ДЕРХ МАЯНН ДАМ, МАЯНН ВРУХ ЕШУАА ШУАААНН БЕНЕАР ИАРДЕН КАГДЕЙ Он кибел את הרУХ Он принял ДУХА Он принял силу Духа СЕЛХАВА для того, чтобы вас исполнить и восполнить служение Богу Он открыл новый путь для Бога для нас через крон в воду в воду 同樣 в воде в воде в воде мы идём код.с 문 в код.с в код.с Я не понимаю, но я думаю, что для некоторых из вас, где сидящих, это не совсем понятно тема по самому концову. Я надеюсь очень, что вы понимаете, вообще о чём я говорю, о идуте дам, мая и руха, это кровь, воды и духа, эта тема касается пескини и храмов. И в следующих стихах... Это насильство Абуния через кровь, воду и духа. Когда начинал эту тему, я сказал вначале, что Бог уже обращался к своему народу израильскому училищу еще тогда. И когда Иисус обращался со своими учениками, Он сказал, написано обо мне в Тора, Небеим и Кетовым. И в Торе, и в Пророке, и в Писании. Если мы просто читаем текст, то есть в Пророке, и в Писании, мы просто как текст начнем читать, то есть в Иисус обо мне, он сказал, что он сказал, как мой отец сказал, что я прочитал Иисус. Я сказал, сколько раз он прочитал. Один раз прочитал. Хорошо. Если мы говорим так, то мы не увидим ничего. Но если мы начинаем смотреть на каждую мелочь, и смотреть, и вникать. Мы видим, что ученики Иисус, те, кто писал Писание, они уже это писали с определенным пониманием в Бит Микдаш, в Мишкан, и в Откровении, которое Бог им дал в Иисус. Есть так много места в Меухад, в Игерет Леврим. Меухад? В Меухад. В Меухад, в Игерет Леврим. Есть так много, много всего. Есть так много места, которые не совсем можно разобрать. если вы не совсем понимаете тему Скини, в Игерет Леврим. Я очень серьезно говорю об этом сейчас. Потому что первые девять глав в Игерет Леврим мы понимаем это насосе о эмоции в Игерет Леврим. как раз объясняет тему веры через Мишкан. через Мишкан. в Игерет Леврим. через освящение. освящение. в Иисус. 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 что присутствие Твое оно будет среди нас. благодарю Тебя что ты избрал народ израильский чтобы явить себя через этот народ. я благодарю Тебя Иисус. что ты родился здесь. что ты был примером, светом и славой Божьей. я очень хочу вас сказать что мы примем Тебя в этой общине такой, как ты есть. что мы не будем сопротивляться. что мы будем с мягкими сердцами получать все от Тебя. и также мы будем учить как давать другим то, что получили от Тебя. я благодарю Тебя Иисус. я прошу от Тебя, Отец Небесный что ты построишь в нас полное понимание полное понимание всего Ветхого Завета пророков, Писаний и Торы, и Закона. что мы увидим Тебя в священных Писаниях. и что мы сможем пойти проповедовать о Тебе и приводить людей к Тебе. мы поклоняемся Тебе, Господь, и благодарим Тебе. Аминь. ну да, все, человек может быть. все, человек может быть. но за все, человек может быть. Продолжение следует...